Что за запах периодически чувствуется в Чебоксарах? Откуда дует ветер и где источник зловония? Каждое лето уже традиционно встает эта проблема. Представители разных ведомств собрались на совещании обсудить ситуацию и найти решение. Источник запаха всем известен уже давно. Жители не раз жаловались на агрохолдинг-юрма. Экологи с населением солидарны и они называют источником зловония свалку птичьего помета этой агрофирмы. Она находится между деревнями Хуренлых и Малой Карачуры. Жалоба это в чем? Начинается жалоба, когда начинается очищение помета в хранилище. Его чистится, грузится и перевозится на поля. Вот этот момент как раз и испарим тоже жидкость. Жидкость она испаряется, лаком. Соответственно все запахи уходят. Ну а в ходе надзора у нас было появление аммиака более трех раз. Живой сольный. Поэтому технологию существующую надо менять. При этом о закрытии агрохолдинга речи не идет. Юрма – крупнейшая в республике птицеводческая компания. 78% от всего мяса птицы в Чувашии – продукция юрмы. Наша задача – сохранить предприятие, сохранить экологию. Если где-то нарушили, надо ситуацию исправить. В общем, поэтому мы здесь сегодня собрались. Решить проблему неприятного запаха такая задача стоит перед руководством птицефабрики. До конца года Юрма собирается ввести в эксплуатацию крытые объекты по переработке птичьего помета. Мы хотим на чебоксарских и на лапсарских площадках прямо с самых рядом с птичником построить перерабатывающий завод. То есть не выходя за территорию нашей фабрики. Что же себя это представляет? Значит, мы по трубе со всех птичников, для того, чтобы нигде воздух не выходил, это все трубы, из чего всех птичников мы собираем по трубе, значит, воздух вообще не выходит никуда, ни пометы самого, ни воздуха. Все проходит по трубе, и мы под давлением его приводим. Вот у нас есть там старый убойный цех, и на этом месте мы построим пометно-хранилище. А не хранилище уже, переработку. Директор агрохолдинга заверил собравшихся, что уже к четвергу следующей недели представят дорожную карту проекта завода, после чего его отправят на экспертизу. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика.